И мы покажем тюменский наш футбол. Следуя словам песни, получившей популярность на геологи, мы продолжаем рассказывать об игре с мячом номер один. Но сибирский футбол — это не только основная команда города. О чем это мы? Узнаете далее. О том, как играет главная команда города, мы знаем. Но как обстоят дела у будущего тюменского футбола? Сейчас расскажем. А дела лучше некуда. Футбольный клуб «Тюмень-2006» по своему году один из лидеров первенства федеральных округов. Причем с одним матчем в запасе, на который нам и удалось заглянуть. Тем более в гости приехала магнитогорская «Умка» — единственная команда, сумевшая обыграть сибиряков в первом круге. Вполне вероятно, что успехи черно-белых связаны с тренерской деятельностью известного специалиста Равиля Умярова, некогда работавшего с основной командой. Правда, этот матч из-за дисквалификации он смотрел с трибун. Место рулевого временно занял его помощник Сергей Никифоров. Одного за несензурную брань, второго тоже. Ну, в общем-то, это был момент, мы играли с «Уралом» в Екатеринбурге, и на последней минуте судья не поставил 100% пенальти. То есть и тут же дал свисток, ну и поэтому были эмоции. Атаковать с первых минут — требование для игроков как основного клуба, так и дубля. И, как оказывается, 2006 года. «Тюмен» сорванули столь рьяно, что гости не успевали за сибирскими скоростями. Месть — вот что двигало черно-белыми. «Хотели отомстить?» «Да, да. Мы очень плохо сыграли. Ужасная игра. Надо было выигрывать. На этом уровне особую роль играет поддержка. А здесь она даже существеннее, чем на матчах основной команды. «Вперед, Тюмень!» Нашим детям очень важна родительская поддержка. А если мы их ругаем, если мы говорим о том, что «ребята, соберитесь, пожалуйста», они это чувствуют. Чтобы было много болельщиков, это очень заряжает. Без них сложно. Тем временем игра выровнялась. Но ближе к голу были хозяева. Вот вроде многие эксперты говорят, что уже на юношеском уровне футболисты боятся идти в обводку. Игроки Тюмени с этим поспорят. Да, не всегда получалось, но главное – это попытка. В будущем точно отразится. Мы с детства учим, наоборот, обыгрывать. Мы просим обыгрывать. Как бы и отрабатываем на тренировках. И с детства это отрабатываем. Масса моментов черно-белых преобразовалась в гол. После розыгрыша углового Андрей Баранов пробил таки вратаря «Умки». Голы таки забивали нечасто. Мы это отрабатывали на тренировках. Именно такую схему. То, что хотели, то, что получилось. Но угловом два игрока подходят и разыгрывают одного. Один обыгрывает и по линии идет. И я подбегаю, он под себя дает, и я его собираю. Хоть Умяров и наблюдал за ходом игры с трибуны, но это никак не влияло на заряд футболистов. Тюменцы, получив преимущество, зарядились уверенностью и даже допускали такие действия. За что магнитогорцы чуть было не наказали. Но далее неисто встала Тюмень. Микрубон Кадиров совершил рывок по флангу, после чего мяч от защитника гостей предательски отскочил ворота. Черно-белая машина своего уже не отпустила. Как итог, 2-0. Подопечные Равиля Умярова возглавили турнирную таблицу. Если продолжать в том же духе, то будущее у тюменского футбола, безусловно, будет.